Китайские пловцы, 21-летний Суньянь и 16-летняя Е Шевинь стали знаменитыми в одночасье. На Олимпиаде в Лондоне оба побили мировые рекорды, оба завоевали по два олимпийских золота в копилку КНДР. Сейчас на родине они герои. Власти города Ханчжоу, откуда спортсмены родом, собираются поставить в честь них памятники, а местные застройщики подарить им по дому стоимостью 500 тысяч долларов. А победительницу Олимпиады в заплыве на 200 метров бутерфляем Зяо Люан и вовсе удостоили чести уровня армейского военачальника. Девушка войдет в состав армейской делегации на грядущем 18-м всекитайском съезде Компартии. Как сообщает агентство Рейзер, власти КНР заплатили своим спортсменам за олимпийское золото по 350 тысяч юаней. Это около 50 тысяч долларов. По официальным данным, совокупные расходы китайского спортивного комитета по подготовке и участию в Олимпиаде в Лондоне составили около 2,5 миллиардов долларов. А это другая сторона спорта по-китайски. Ай Дунэнь, бывшая победительница международного пекинского марафона, на тренировках повредила ногу, после чего оказалась национальному спорту ненужной. Сейчас ежемесячный доход ее семьи составляет 200 долларов. Чтобы выжить, Ай торгует вещами на обочине дороги. А это бывший баскетболист Хуань Ченгуй. Когда-то он шел в составе национальной сборной наравне со знаменитым Яумином. Хуан оставил спорт из-за травмы. На этих фотографиях он ночует в сарай для рабочих, занимающихся сносом домов. Питается тем, что сможет заменить на мусор, который собирает его мать. Власти КНР позиционируют олимпийские игры в спорт в целом, как нечто доступное лишь для элиты общества. В этом, как сообщает газета New York Times, уверен и известный британский автор книг о современном Китае Пол Френч. Один британский спортсмен, который тренировал для Олимпиады китайских плавцов, также отмечает, они не хотели спорт для всех, им нужны были только золотые медали. Хотя в Лондоне они вошли в историю, многие видовые китайцы по-прежнему даже не умеют плавать. Об этой проблеме говорят и сами китайцы. Художник Хе Гуцян из Гуан Чжоу говорит, что власти используют спортсменов, и добытые тяжким трудом за олимпийское золото, лишь для восхваления Компартии. Вы смогли завоевать много золотых медалей, но и что дальше? В стране по-прежнему безработица с обычными людьми просто не считаются. В своих картинах я выражал протест в Олимпиаде в Пекине, которая стоила миллиарды юаней. Ее провели за счет средств к существованию обычных людей. Главный редактор китайской веб-ресурса Цзя Юан Лянь видит проблему в самой государственной спортивной системе. Все из-за проблемы с государственной системой спорта. Она в первую очередь концентрируется на вливаниях очень немногих атлетов, вместо того, чтобы осуществлять это и в инвестиции в общество в целом. Во-вторых, эта система не предлагает достойное финансированное обеспечение будущего всех спортсменов. В-третьих, она создала очень много противоречий в поисках краткосрочных выгод. Они сконцентрировались на получении золотых медалей, а не на всестороннем улучшении навыков Германии. Для сравнения возьмем Олимпийскую сборную из Германии. Как сообщает Deutsche Welle, в ней 392 атлета, из которых профессиональными спортсменами являются менее 40%. Среди оставшихся 60 немецких олимпийцев есть даже плотники, архитекторы и пожарные. Примечательно, что в начале 20 века в Олимпиаде вообще было запрещено участвовать профессиональным спортсменам, которые посвящают себя спортсменам.